Центральным проектом новой долгосрочной стратегии устойчивого развития будет проект Тазаком. Об этом в интервью нашему каналу рассказал руководитель аппарата президента Сапар Исаков. Тазаком – это проект, который позволит Кыргызстану идти в ногу со временем. Речь идет о современных технологиях и инновациях. Канат Канеметов с подробностями. Такси без водителя. Машина едет на автопилоте. Что казалось невероятным в некоторых странах уже реальность. Или грузовые дроны. Заказал в интернете пиццу. И через несколько минут подлетает беспилотник с чеком. Это вообще из разряда невозможного. 3D-принтер печатает целый дом. Никаких рабочих, обеденных перерывов. Все делает техника. Налоги в мире меняются с невероятной скоростью. Новые гаджеты, приложения. Все меньше и меньше личного контакта. Все можно заказывать по интернету. От туфелек до автомобилей. Кыргызстан не должен безоговорочно отстать от этих невероятных мировых процессов. От этого зависит и экономика, и благосостояние людей. Алмазбек Атамбаев заявил, что Кыргызстан должен идти в ногу со временем. Конечно, сложно предсказать, какие технологии будут через 25 лет. Потому что изменения происходят очень динамично. И возникает новая система управления, основанная на современных технологиях, информациях, знаниях. Но Кыргызстан должен быть гребней, на гребне этой волны. И строить экономику, основанную на знаниях. Умную страну. Тазаком, смартком, или можно назвать и Тазаком, чистую страну. Чтобы все было транспарентно в интернете. Давайте будем тесно работать в этом плане. Будем встречаться с бизнесом, с зип-корпусом, с партнерами по развитию. Реализацией проекта Тазаком занялся Сапар Исаков, правая рука президента. Это главный проект стратегии устойчивого развития до 2040 года, признался чиновник. Без этого не добиться успеха в экономике. Вы знаете, я вам скажу откровенно, мы ставим перед собой амбициозные задачи. Мы хотим стать страной с развитой экономикой благодаря реализации такого проекта, как умное общество или прозрачное общество. Мы сейчас еще думаем над рабочим проектом, над названием этого проекта. Но это не важно, но важно то, что мы хотим построить цифровую экономику. Цифровую экономику, как в Израиле, как в Эстонии, как в Великобритании. И мы хотим, ставим перед собой задачу стать такой же страной, как, например, Эстония, к 2040 году. Мы в себе уверены, и мы знаем, что эту задачу мы достигнем. Когда весь мир уходит в цифровые технологии, сохранять существующую систему управления госорганами, финансовыми ресурсами, наконец, социальной сферой, сродни стремлению к феодализму. В аппарате президента это понимают четко. Итак, вот один из примеров целей проекта «Тазаком». В центре проекта «Тазаком» стоит человек, его жизнь, безопасность, права и свободы. Самое главное – его комфорт, причем во всем. Все виды государственных услуг посредством интернета, не выходя из дома. Прописка, выписка, получение паспортов, виз, электронные очереди, никаких живых очередей и толкотни, сокращение количества справок. Ведомства будут иметь возможность обмениваться информацией в режиме онлайн. Может быть, их базы данных будут объединены. Контакт гражданина и госслужащего будет максимально минимизирован. Некому будет давать взятки, прозрачность и открытость. Это уже общество без коррупции и воровства. Благодаря этому проекту мы с вами выстроим систему, которая уже не будет бороться с коррупцией, а предупреждать коррупцию. Благодаря этой системе я скажу откровенно, что наши суды даже, можно сказать, потеряют работу, потому что уменьшится число исков от физических, юридических лиц, государственных органов в суды Кыргызской республики. Потому что система, она выстроит, скажем так, все по полочкам. То есть здесь есть очень много таких положительных вещей, которые мы будем пропагандировать и которые мы будем делать. Деятельность органов государственной власти станет максимально прозрачной и эффективной. Это одна из главных задач разрабатываемого проекта Тазаком. Будут проводиться, скажем так, нововведения или изменения, как и в госуправлении, да, то есть будет вводиться как цифровое правительство. Будет развиваться инфраструктура, то есть интернет должен быть во всех уголках страны очень качественный, быстрый, дешевый. Также в целом взаимодействие между населением, бизнесом с правительством должно намного облегчиться, выровняться и стать прозрачным. Проект рассчитан до 2040 года, но это не значит, что нужно расслабиться, мол, чего торопиться, 25 лет впереди. Нет, некоторые пункты будут реализовываться уже в самое ближайшее время. Дидлайн будет жесткий. Самая главная цель этого проекта подготовить наш Кыргызстан к тому, что уже мир и жизнь изменилась, что технологии наступают гораздо быстрее. И поэтому Кыргызстан может и имеет опасность, если он сейчас не приноровится и не сможет приспособиться к новой жизни, жизни, где все делается через технологии, то мы можем и отстать в экономике. Поэтому мы главной целью ставим в этом проекте, чтобы помочь тому же сельскому хозяйству, промышленности, горнодобывающей, энергетическому сектору, чтобы они уже могли вести свой бизнес с использованием новых технологий, новых методов ведения бизнеса, для того, чтобы мы были конкурентно способны, как Кыргызстан, на мировом рынке. Цифровой разрыв с развитыми западными странами сейчас огромен. Тот же самый безналичный расчет для Кыргызстана еще в новинку, а в Европе это правило. И то эту технологию привез и внедрил в Кыргызстане бизнес. Проект «Закон» предполагает, кстати, и значительную помощь предпринимателям. Для бизнеса, в частности, это означает то, что много проблем с разрешительными документами, с регистрацией, сдачей отчетности. Все это будет делаться онлайн, без участия и взаимодействия с государственными служащими. И мы хотим сделать, чтобы было цифровое государство, в котором не обязательно находиться в Кыргызстане, чтобы быть способным в течение часа открыть предприятие в Кыргызстане и открыть свой банковский счет. Таким образом, мы считаем, что Кыргызстан будет страной цифровых кочевников. Для реализации проекта «Тазаком» Сапар Исаков собрал небольшую команду. Конкретная работа уже началась. Это первое заседание с тех пор, как президент озвучил идею о проекте. В команде, которую президент сегодня собирает, в команду пришли абсолютно молодые ребята, незашоренные, которые не работают на госслужбе, а которые, несмотря на свою молодость, уже имеют свой бизнес, создали свой бизнес, такие как «Светофор», «Намба», другие компании, которые уже на деле показали, что они обладают определенными навыками и умением двигать этот проект. Насчет денег на проект можно не беспокоиться. Сапар Исаков заверил, что с этим проблем не возникнет. Помогут партнеры. 15 июня команда представит президенту предварительный проект концепции развития до 2040 года.